здравствуйте дорогие друзья меня зовут виктория я приветствую вас на канале строй гарант анапа сегодня мы рассмотрим дом площадью 106 квадратных метров но поможет нам в обзоре наш инженер нашей строительной компании дмитрий дмитрий здравствуйте сегодня мы посмотрим дом а я так понимаю дом по типовому проекту но с некоторыми изменениями да ну для этого давайте мы зайдем во внутрь двора и там поговорим давайте конечно пойдемте и так заходим во двор сегодня хотелось бы больше поговорить про индивидуальность проектов заказчик может подобрать под себя на этапе строительства какие-то элементы то есть у нас типовой проект 106 квадратных метров до но если вы заметите да то это нестандартный дом здесь у нас например на втором этаже не два окна 3 на фасадной части но с домом мы немножко позже например у нас есть ворота до забор ворота можно ли здесь проявлять фантазию клиенту и что-то свое подстраивать да конечно же мы предусматриваем и различные дополнительные услуги для клиента и усматриваем все пожелания клиентов а в стандартном решении у нас находится калитка которые мы располагаем напротив входной двери у нас есть ворота которые распашные мы можем к ним добавить электропривод сделать систему откатных ворот либо какие-то ролеты поставить то здесь мы уже с клиента проговариваем но по умолчанию нас идут обычные распашные ворота а далее у нас располагается водопроводный колодец через которую нас проходит именно подключение же дома к водоснабжению в него при желании можно поставить какую-то 7 систему фильтров либо подключить дополнительно еще одну скважину тоже здесь все развязку сделать с этого колодца мы можем увидеть у нас находится кран для полива это тоже нашим стандартном решении и септик который находится по умолчанию максимально близко к санузлу то есть на той стороне где у нас находится ближайший санузел если про индивидуальные решения во дворе навес это уже как дополнительно могут до разнообразные навесы подключение еще каких-то розеток для освещения на улице водоснабжение это все можно сделать и а это стандартно дойдет навес в 106 проекте у нас предусмотрен стандарте навес на террасе уже мы предусматриваем с клиентом дополнительно то есть это если под машину вы захотите дополнительно навес сделать то это вполне реально пройдем на террасу стандартно предусмотрена в этом проекте такая просторная терраса здесь также можно поставить забор какой по вашему желанию будет забор также напольное покрытие можно выбрать плитка можно какую-то дизайнерскую плитку выбрать с рисунками это на ваше усмотрение что здесь интересного мы можем посмотреть в проекте мы предусмотрели балкон на втором этаже соответственно у нас автоматически стал навес над террасой полкой не может существовать сам по себе мы предусмотрели колонны для устройства балкона и они так же служат у нас определенными колонны первого этажа куда мы можем либо при желании дали тогда в дальнейшем остеклите либо просто предусмотреть ограждение здесь как уже подметили далее можем обратите внимание у нас есть влагозащищенная розетка, для того, чтобы даже в какую-то сырую погоду у нас всегда был доступ, и она находилась всегда в защищенном состоянии. И здесь выведено три точки освещения, которые выключаются с гостиной, которые комфортно нам позволяют находиться здесь все это время. А если, например, захочется сделать какой-то хозяйственный блок, хозяйственную комнату здесь, можно ли это сделать, чтобы это не помешало архитектуре общей дома, красоте дома, но и при этом это было очень функционально. Можно ли это сделать? Да, конечно, у нас есть разнообразные решения, как типовые, так и мы разрабатываем отдельно с клиентами. Часть из них вы можете увидеть у нас на канале, либо обратившись к нашим менеджерам, они могут вам подсказать, возможно ли или когда возможно, или с какими поправками можно сделать ту или иную дополнительную опцию, такую как болерная, сауна, подвал, под террасой, либо все это вместе объединить. То есть вариации масса, но они все привязаны, естественно, к размерам дома и к тому, что вы хотите увидеть в конце, потому что если вы сделаете нагромождение всяких дополнительных здесь комнат, то терраса у вас, естественно, будет ограничена в размерах. Ну да, нужно это, конечно, понимать. И если про хозяйство уже говорим, здесь достаточно большой участок, и он крайний, угловой, как сказать, что очень это здорово и удобно, нет соседнего дома здесь, можно высадить любые деревья, любые растения. И про выбор участка, если возникают вопросы у вас, как это можно сделать. Желательно это делать еще до начала строительства дома. Вы выбираете подходящий для себя участок. Какие есть варианты участков по метрам, по размерам? Какие есть? Вариации большие, я тут уже вам подсказать не смогу. Вам желательно звонить менеджерами, общаться с нашими менеджерами. Выбор большой и в географическом местоположении, и в размерах участка, и в том, какие дома мы можем здесь поставить. Поэтому, конечно же, если вы выберете дом на этапе проектирования, то это даст возможность вам проявить более широкую вашу фантазию. И в противовес тому, что если дом уже будет готов, и какие-то изменения в конструктиве, конечно, повлекут за собой более сложные процессы. Да, это будет очень здорово. Вы сможете продумать индивидуально свой проект и дома, и также участка. Здесь у нас прихожая. Я так понимаю, она тоже типовая. Да, совершенно верно. Это наше стандартное решение. Там, где находится у нас зона плитки, там у нас предусмотрена зона теплого пола. Здесь у нас предусмотрена ниша для устройства гардеробной, шкафа, купе. Вполне достаточно места. Да, что-то здесь можно расположить. Да, здесь мы также видим на этой стене у нас электрощиток, где находятся автоматы, и также дополнительный отопительный радиатор, для того, чтобы поддерживать тепло. Уже отопление дали, уже хозяева скоро заедут. Да, здесь у вас есть. Здорово. Ну, пройдем дальше. Начнем, наверное, с санузла здесь, да? Да, без проблем. Давайте посмотрим санузел. Что у нас в санузле интересного? Стиральная машина, да, насколько я знаю, она здесь не будет стоять? В данном решении было принято не располагать стиральную машинку в санузле, потому что санузел, в принципе, не сильно большой, и было согласовано с клиентом расположение стиральной машинки под диалетичным проемом. Там как раз позволяет место для того, чтобы это все расположить. А, ну, да. Так, дополнительно мы здесь сделали и предусмотрели вместо душевого вывода по душевую кабину, сразу с клиентом предусмотрели устройство душевого поддона с трапом. Далее у нас здесь предусмотрен унитаз. И еще было предложено клиенту, он также это выбрал, устройство гигиенического душа, дополнительных унитазов. Естественно, выводы под саму душевую лейку. И также здесь у нас будет висеть водонагреватель электрический, для него предусмотрена розетка. На этой стороне стены мы можем увидеть устройство вывода для освещения подсветки зеркала, также дополнительную розетку и вывод для устройства уже раковины, теплая, горячая вода и фанализация. Также предусмотрено устройство теплого пола, и в дополнение еще предусмотрены радиаторы на три секции для дополнительного нагрева. Обратите внимание, что именно в 106-м проекте у нас достаточно большое окно. Оно имеет размер 1,20х5,60, спокойно открывается для проветривания. Также можно его открыть. И все-таки это санузел, и для того, чтобы сохранить какую-то интимную часть, чтобы было как-то более комфортно, это стекло затонировано. Так, ну и теперь посмотрим кухню. Самое интересное, для хозяек котел стоит, это... Да, электрический котел. Что еще интересного здесь есть? Тут же параллельно мы разместили гребенка теплого пола. Система водоочистки здесь есть какая-то? В конкретно этом проекте, если я не ошибаюсь, система водоочистки в доме не предусмотрена. Можно ее расположить на улице под проводом колонце. Ага, ну то есть есть такая функция есть. Что здесь выведено с электричества, индивидуально очень много розеток? Да, эти розетки у нас находятся в зоне рабочей поверхности. Снизу мы видим розетку для устройства печи, и строго над этой розеткой мы видим вывод кабеля для устройства системы вытяжки. Далее, например, в углу у нас находится выход канализации, также теплая горячая вода для того, чтобы устроить это место в море. Плитка здесь тоже теплая? Да, естественно, там есть зона плитки, там у нас присутствует система теплого пола, дополнительно у нас устроен здесь радиатор, да. Более комфортное пребывание, потому что здесь, конечно, если будет какая-то стол вылет, то это будет смело стужить при новой печени. И также в гостиной есть радиатор, будет очень тепло. Но сейчас уже даже чувствуется, что очень даже тепло в доме. Да, потолок хорошее. Второй этаж, мы можем подняться, посмотреть, там также высота потолков порядка 2,9-2,85, плюс у нас там это мансардный этаж, то есть высота боковой стены порядка 1,8 метра. Совершенно вот ощущение такого пространства огромного, на самом деле. Потолки вообще не давят никак, потому что зачастую в домах есть такое ощущение, что какие-то очень низкие потолки, как будто заходишь в пещеру, здесь вообще простор, пространство здесь точно не будет. Если на втором этаже это так же, то это просто прекрасно. А если вот, например, заказчик захочет увеличить высоту потолков, ну вдруг такое есть, на втором этаже есть ли такая возможность добавить? Да, конечно же, при желании. Все эти моменты мы можем с клиентом обсудить. А желательно все это делать на стадии, ну хотя бы устройства фундамента, желательно еще до начала работы строительства. Вот, поэтому, да, поэтому лучше бронировать дома на стадии строительства. Это, да, это очень важно, чтобы именно под вас был подстроен проект дома. Ну а мы, наверное, пойдем уже на второй этаж посмотрим. Второй этаж. Вот, кстати, это то самое окно, да, я так понимаю, которое добавили в проект. Да, изначально проект предусматривает наличие стены, которая идет вот в этом месте. И получается, что санузел у нас больше. Но клиент захотел, основываясь на наших старших чертежах, предусмотреть вход санузел с этой стороны и увеличить зону коридора, чтобы она была более свободной, более освещенной. И, соответственно, здесь мы добавили еще одно окно и поставили, соответственно, радиатор. Ну, получилось довольно-таки уютно, если здесь еще оформить эту зону, да, это очень здорово. Да, зона холла заметно увеличилась, стала гораздо больше. Здорово. Пройдем в санузел. Здесь уже он немножечко другой. Да, отличается. Здесь клиенты захотели вывезти и полотенцесушитель. Здесь немножко по-другому все построено. Да, здесь, так же, как и на первом этаже, был предусмотрен душевой потон с бордюром. Также предусмотрено устройство трапа, выводы горячей и холодной воды. В этом же месте, по классике, мы разместили унитаз, вывод для гигиенического душа. И также у нас, как верно было подмечено, здесь у нас стоит вывод для устройства полотенцесушителя. Вот, опять же, стоит заметить, что это все выбрано клиентом, и также, как и полотенцесушитель на втором этаже, и также, как гигиенический душ, это вы также можете для себя выбрать, под себя подстроить, что для вас важно, что для вашей семьи важно будет и в санузле, и также в любом месте дома. Также, как и окно, которое у нас идет дополнительно, его нет в проекте, в проекте два окна, еще раз скажем, да, но очень даже уютно получилось. Что еще можно интересного придумать в свой дом? Вот, например, что дополнительно можно сделать в доме касательно внутренней отделки или каких-то сантехнических? На самом деле, спектр выбора клиентов, он поражает своим обилием, и зачастую каждый клиент, он к нему ведет особенный подход, и мы с ним разрабатываем разные решения. Но есть какие-то наши типовые решения, такие как душевой подон, гигиенический душ, вывод для полотенцесушителя. Кроме санузла, в доме мы предусматриваем устройство роутера, то есть подводка интернет-кабеля, также можно поставить видеодомофоны, электропривод на ворот, это мы о чем говорили на улице. Вот, а здесь в доме, в принципе, выбор отделки тоже можно воплотить другой, вот как, допустим, в этих спальнях. А, давайте, да, кстати, пройдемся по спальням. Что здесь интересного есть у нас? Ну, здесь стандартная, да, спальня так и осталась, небольшая? Ну, наши стандартные решения, они достаточно практичные. Зона для кровати, где у нас есть выводы и розеты для прикроватных тумбочек, зона ТВ, зона розеток для кондиционера, освещение и достаточно объемная спальня. И две спальни, они идентичны друг другу, да? Да, фактически, да, это очень схожая спальня, с обеих этих спальней есть выход на балкон, поэтому, в принципе, можем рассмотреть любую из них. Ну, давайте сюда зайдем, как раз, вот спальня, балкон сразу видно, мы чуть позже про него поговорим, а здесь проходит короб вентиляции. Да, именно в этом месте был предусмотрен нами короб для устройства вентиляции с кухни-гостиной первого этажа, то есть клиентам нужно предусматривать, что это место у нас будет занято. И в дальнейшем, дальше, здесь мы предусматриваем устройство телевизора, и для этого мы здесь сделали розетки. Вероятнее всего, здесь будет стоять шкаф, и здесь у нас будет кровать, так как здесь у нас выведены розетки для прикроватных тумбочек. Опять же, отделку обои клиенты выбирают самостоятельно, вы можете совершенно разные выбрать для себя дизайн, наши дизайнеры вам обязательно помогут в этом. Но самое интересное, это балкон. Он сделан по индивидуальному заказу клиентов, он большой, просторный. Сейчас мы туда выйдем, подробно покажем. Сразу бросается в глаза, как только поднимаешься на второй этаж, сразу бросается в глаза, что балкон. Он сделан на две спальни. Давайте пройдем и посмотрим, что что-то интересного. Ну, конечно, шикарный вид здесь. Здорово, выходить на такой балкон прям приятно, как будто это вторая, еще одна терраса, да? Кстати, под этим балконом находится терраса, да? Такого же размера она. Да, ширина порядка 8 метров, глубина балкона 3 метра. Обычно по стандартному проекту какой балкон здесь предусмотрен? Он один здесь или как? В чем изменения здесь произошли? Изменений особых нет. Во всех наших проектах при устройстве балкона мы предусматриваем гидроизоляцию плиты перекрытия, потом облицовка уже самого балкона плиткой. Дополнительно еще здесь было выбрано ограждение клиентам, то есть мы параллельно выполнили еще ограждение балкона. В принципе, все дополнительно у нас выведены еще светильники, если вы обратите внимание. Из каждой комнаты можно будет включить свет для того, чтобы выйти на балкон. То есть он по проекту всегда такой большой? Или это... Да, стандартное наше решение – балкон глубиной 3 метра. При желании вы можете его увеличить, удлинить, либо если вам... Отдельные два балкона? Да, конечно, все, что захотите. Дмитрий, спасибо вам большое за такую подробную экскурсию. Теперь, я думаю, наши зрители будут понимать, что все-таки дом бронировать заранее на этапе строительства – это очень даже хорошая идея. Вы сможете продумать свой дом до мелочей, подстроить его именно под себя. И также и участок. Спасибо, что смотрите нас, комментируете, задаете вопросы. Мы с радостью вам ответим на них. До встречи в следующем ролике. Всем пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!